Харциск – город областного значения в центральной части Донецкой области, входит в Донецкую агломерацию. С 2014 года город контролируется самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой. География – соседние населенные пункты по сторонам Света С.З.З.Ю.С. Город Макеевка З.Колоснякова, Свердлова, Юс.Пролетарская угольщик Ю.Молочарка, Гусельская, Юв.Золотаревка, Дубовка, Новопелагиевка, Николаевка, Медвежье, Водобуд. Город Зоугрес, Зуевка, С.В.Горная З.Липовая, Большое Орехово, Красный Октябрь, Лесное. История. Основан в 1869 году как поселок при станции, введенной в действие на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге на месте современного города. Еще в 1786 году была основана Слобода Харциская, принадлежавшая генерал-майору И.Д. Иловайскому, так в XVI веке называли турки и татары, поселившихся у южных границ русского государства беглых крестьян и запорожских казаков, а места их поселения именовали Харцискими. В 1883 году была проведена железнодорожная ветка на Макеевский рудник. В 1884 году на станцию Криничная Лесиновка. В 1898 году на Макеевский металлургический завод «Унион». В 1860-х годах вблизи станции начались разработки каменного угля. В 1880-е годы в пристанционном поселке было несколько десятков дворов и трактир. К 1897 году тут насчитывалось 674 жителя, 53 двора. Русских было 486 человек. Украинцев 188. Уроженцами области войска Донского являлись 99 человек. Других местностей 575. Выходцами из крестьян были 550 человек. Измещан 92 из дворян и духовенства 13 человек. В 1895 году Харцисским обществом Дебальцевского механического завода в Харциске построен котельно-механический завод. В 1897 году построены мастерские шлихта. В 1910 году котельно-механический завод стал филиалом Макеевского металлургического завода. А с 1914 года отдельным предприятием Харциский трубный завод. С 1914 года механические мастерские объединены в два промышленные предприятия – заводы Фресси и Ульрино. С апреля 1923 года Харциск стал центром Зуевского горного района Юзовского округа. Население поселка при этом составляло 3065 человек, а в 1926 году уже 5645 человек. В 1929 году образована Харциская волость, объединившая поселки Харциск, Трубное, Хутора, Золотарева, Майсаки, Цесура, Панасенко, Новая жизнь и другие. В 1931 году население Харциска составило 8323 человека. С 1936 года Харциск получил статус города районного подчинения. В 1940 году в нем проживало уже 13146 человек. В 1930-1938 годах Харциский трубный завод назывался заводом «Сталь». Тогда же там было налажено производство труб большого диаметра. В 1940 году построен Сталепроволочно-канатный завод. С 1930-х годов работают два крупных колхоза «Гранит» имени Вака Блюхера. 23 октября 1941 года советские органы и войска оставили город, оккупированный гитлеровскими войсками. 5 сентября 1943 года освобожден от гитлеровских войск советскими войсками Южного фронта в ходе Донбасской операции 50-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го гвардейского стрелкового корпуса в составе 5-й ударной армии. В 1956 году в городе основан трест «Октябрюголь». Харциск стал региональным центром угольной промышленности. В годах руководство отдельными шахтами, а затем и целым «Октябрюглем» было перенесено в соседние угольные города – Кировское, Ждановку, Шахтерск. В 1962 году Харциск стал городом областного починения. В 1970-х годах в городе построен комплекс трубоэлектросварочного цеха на трубном заводе. С 2014 года город находится под контролем ДНР. Население Население городского совета на 1 января 2015 года – 102 054 ч.о. Количество на начало года. Рождаемость – 7,8 на 1000 человек. Смертность – 17,6. Естественная убыль – 9,8. Сальдо миграции отрицательная. Рейтинг города по состоянию на 1 января 2015 года. Украинский язык согласно украинской переписи 2001 года в быту использовало 16,3% населения. Национальный состав города по данным переписи населения 2001 года – промышленность и транспорт. Самым большим и одновременно старейшим промышленным предприятием города является ПАО. Харцизский трубный завод – крупнейший в СНГ производитель примашенных электросварных труб большого диаметра для газо- и нефтепроводов. Филиал Чао Та Стальканад Силур Завод Силур созданный в 1949 году – один из крупнейших на Украине производителей метизной продукции. На украинско-канадском Эспо Донбасс Либерти налажен выпуск мебели, матрасов и метизов. Разнообразные металлические изделия, в частности для электрифицированных железных дорог и сельскохозяйственной техники, производят ООО «Армлит» Донбасс. Еще два предприятия, производящие метизы – ООО «Силур», «Траэль» и «ЖМТ-Украин», большими мощностями, рассчитанными на удовлетворение потребностей в пожарной арматуре всего бывшего СССР и стран СЭФ, располагает ООО «Харцизский машиностроительный завод». Пищевую промышленность города представляет ООО «Харцизский хлебокоменат», а также ряд небольших частных хлебопекарин. На выпуске пластмассовых изделий специализируется ООО «Променькабельно-проводниковую продукцию» выпускает ООО «Фирма «Энерго». Имеется железнодорожная станция, достопримечательности, центральные улицы, Краснознаменская, Октябрьская, вокзальные, памятники Апачехову, танкисту-герою Советского Союза майору ВСМ Николенко, Летчиком-героем Харцизска, стела в честь столетия Харцизска, воинам, погибшим в боях за Харцизск, известные уроженцы. Максименко Василий Иванович – летчик, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Николенко Степан Михайлович – танкист, участник Советско-финской войны 1939-1940 года и Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Лихолетов Петр Яковлевич – летчик, участник Советско-финской войны 1939-1940 года и Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Шалимов Владимир Федорович – летчик, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Яблановский Петр Антонович – украинский художник, звонарев Сергей Юльевич – лейтенант, командир мотострелкового взвода, участник войны в Афганистане, награжден Орденом Красного Знамени. Известные горожане – Ефремов Михаил Евдокимович с 1959 по 1984 год работал на шахте «Коммунист» новая комбината «Шахтерский антрацит» Донецкой области. Был горно-рабочим бригадиром комплексной бригады рабочих очистного забоя. В 1966 году награжден Орденом Знак Почета, в 1963 году – Знаком Шахтерская Слава и Степени, в 1969 году – Два Степени, в 1972 году – Три Степени. В 1970 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер Украинской АССР», герой социалистического труда, живет в П. Горное Харцизского района Донецкой области, Кибалюк Евгений Александрович – украинский боксер-любитель, мастер спорта Украины международного класса, неоднократный чемпион Украины, бронзовый призер юношеского первенства Европы 1998 года в Юрмале, Победитель молодежного чемпионата Европы 1999 года в Риеки, участник чемпионата мира 2001 года в Белфасте, приглашался для участия в спортивных играх на дне рождения Саддама Хусейна в Багдаде. Среди его соперников были такие известные личности, как Марио Кенделан, Гильер Моригандо, Алексей Тищенко, Василий Ломаченко, проживает в Харцизке, Пеньков, Александр Александрович – советский боксер-любитель, заслуженный тренер Украины, финансы. Доход бюджета города в 2004 году составил 33 849,3 тысячи гривен, из них перечислил в государственный бюджет Украины – 3611,9 тысячи гривен. Экспорт товаров в 2003 году – 133,5 миллиона долларов США, прямые иностранные инвестиции на 2003 год – 15,2 миллиона долларов США, объем произведенных услуг в 2003 году – 190,9 миллиона гривен. Коэффициент безработицы – 2,7%. Среднемесячная зарплата в 2003 году – 585 гривен. Социальная инфраструктура, культурные учреждения. В городе работают 8 общеобразовательных школ, 1 гимназия, 2 разнопрофильных лицея, 1 специализированная школа. Также имеются 10 дошкольных учреждений. Квалифицированных специалистов готовят в Харцизском техникуме Донецкого национального технического университета. Действует Центр детского и юношеского творчества, станция юных натуралистов и станция юных техников. Культурные услуги предлагают Дворцы культуры, библиотеки, школы искусств, музеи, кинотеатры, спортивные учреждения. В городе открыт филиал Академии ФК «Шахтер». На чемпионатах области по футболу город представляет футбольный клуб «Харциск». Также в городе работает спортивная школа, школа Олимпийского резерва, дворец спорта, стадион и бассейн. В городе есть скалодром «Ипподром». В Харциске функционирует Центр физкультуры, спортивной и социологической реабилитации инвалидов, места отдыха. Среди населения города популярны парк культуры и отдыха МАП «Чехова», бульвар Шевченко, аллея матери, интернет-аллея, городской сквер воинов-интернационалистов. Площадь у Дворца культуры и так называемый Арбат 1 октября 2012 года был открыт парк поколений. Здравоохранение представлено Центральной городской больницей, поликлиниками, станцией скорой медицинской помощи. Кроме того, имеется сеть частных медицинских заведений, самым известным из которых является Центр лимфохирургии М.Н. Шматкова. Общественный транспорт налажен, автобусное и троллейбусное движение действуют такие маршруты. Номер 1 Ж.Д. Вокзал, промрайон, номер 2 Депо, промрайон, номер 4 Ж.Д. Вокзал, горбольница, номер 5 Горбольница, автовокзал, завод до управления, номер от 5 до 4, завод до управления, автовокзал города Побратимы, Таганрог, Россия, Мозырь, Белоруссия, Мукачево, Украина.